Хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Ну, как вы видите, мы, наконец-то, записываем продолжение с Фуадом Аббасовым. И мы поговорим на ту тему, о которой мы с ним говорили, но не получилось никак записать, выложить. Здравствуйте, дорогой и уважаемый Фуад Аббасов. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители канала Чамрана Сеидова. Очень приятно вас видеть. Так, у нас, так, мы с вами говорили на тему о том, что создание союза Турции и России может поспособствовать азербайджанская диаспора. И не только союзу этих двух стран со временем, а это был бы гораздо более глобальный союз, учитывая Иран и Израиль, которые тоже бы примкнули со временем. Тем более диаспоры там тоже есть. Горские евреи, которые практически азербайджанцы, ну, близки нам. Они бы поспособствовали бы этому. То есть это, вот об этом поговорить я бы хотел с вами. Сейчас не будем отвлекать вас. Значит, что я хочу вам сказать. Смотрите, мы азербайджанцы живем в России огромном количестве. И в Турции огромное количество живут азербайджанцы как до реполиционных времен, как же так и со времен Советского Союза. И после развода в том числе. Русско-турецкая дружба, я так думаю, что зависит напрямую от азербайджанцев. Потому что азербайджанцы в 70 с лишним лет жили в составе Советского Союза. Они знают российскую культуру, общественность, они знают русский язык. Они очень близки к российскому обществу. И в том числе мы являемся тюрками. Мы являемся тюркоязычными. Азербайджанцы и живающие по территории Турции должны способствовать свережению России и Турции. То есть я здесь организовываю проекту азербайджанцев. Турции с целью развлечения к российскому обществу, чтобы русские намного лучше понимали русские, чтобы намного лучше понимали Россию. Они чтобы быстрее выкинуть свои общества. И больше не было никаких поводов ни для войн, ни для разногласий. К сожалению, будет количество сил, которые имеют неприязнь к свережению России и Турции. И будем назвать их именами. Это армянская община, армянская лобби. Они даже готовы, чтобы Россия и Турция воевали друг с другом. Чтобы они еще больше и больше продолжали свою террористическую деятельность, захватничество. Чтобы они захватили Абр-Дады, как он называет Араратом. Еще и коньяк стали своим. С другой стороны, Абр-Дады находится на территории Турции, а многие даже об этом не знают. Они думают, что это где-то рядом с Ермановым. Значит, наша цель – сближение российского и советского общества. И не без помощи иранских азербайджанцев, там, Иран, Россия, Турция – это главных держав в этом регионе. И вы должны сближать эти государства не для того, чтобы они друг другу каким-то образом противоречили, а чтобы дружили, вместе жили мирно, спокойно. А те силы, которые находятся в Армении, сближаются с Европой, с Америкой, и хотят разместить на своей территории военные бады Соединенных Штатов, Европы, с Америкой, с НАТО. Они только провокаторы, они хотят создать хаос в нашем регионе, и мы будем этому противостоять. Я хочу сказать такую вещь. Ведь обратите внимание, на протяжении веков, на протяжении множества веков, враг Ирана, Турции и России один и тот же, по идее. Убираем в сторону армян. Запад. Запад. Он всегда был врагом этих трех государств. Испокон веков. Да. Первая мировая война. Первая мировая война. Антанта. В отношении Турции. В отношении России. Та же Антанта. Это громила Россию. Разрушала ее. Великая Отечественная война. Известно, что Гитлера поддерживали, правильно? На долгие годы. Поддерживали, вооружали. Эти же американцы. Этот же Форд. Правильно? Форд же вкладывал под этого Гитлера деньги. Да. Строил заводы. То есть, это же враг один. И вот мне здесь смешно роль Армении. Я прошу прощения. Просто у меня скоро... Все, я быстро, я быстро, я быстро, я быстро. В том числе продолжение моего выступления, видеть на первом канале российского телевидения, я обитожу. Армяне идут против Турции. Армяне идут против Ирана. Армяне идут против Азербайджана. Армяне идут против России. Вот сегодняшнее руководство Армении. И в том числе и в Грузии у них есть территориальные требования. Они считают часть Турции своих территорий. Даже к Сирии, даже к Сирии, даже к Сирии. Сирия, у них в Сирии общей границы нет. Я сейчас говорю, те государства, которые окружают Армению, находясь в таком положении и враждовать со всеми, ничего хорошего не приведет. Приведет только к одному результату. Разрушению армянского государства, стирание с лица земли республики Армения и разделение между этим государством территории Армении. Хотите этого? Продолжайте такую же враждебную политику по отношению к своим соседам. Не хотите? Дружите с Азербайджаном, с Турцией. Также и сотрудничайте с Россией, Грузией. Если вы думаете, Иран, ваш друг, вам помогает, прошивайтесь, Иран мусульманская страна, в Иране такой же месяц, так же, как и в Азербайджане, одним вот так швичком азербайджанцев с севера вся иранская, азербайджанская общественность встанет на ноги и просто пройдется по Армении. И вы не думайте, что Иран вам каким-то образом поможет. Спасибо вам. Так все, не будем отвлекать, не будем вас отвлекать, не будем вас отвлекать. Успехов вам, удачи вам, ждем продолжения разговора. Все, все. До свидания. Удачи, удачи. Ну что же, вот мы поговорили с многоуважаемым Фуадом Аббасовым. Продолжение, как вы поняли, обязательно будет. Еще раз ему спасибо за уделенное время. Ну, а что я хочу пожелать нашим джансам, нашим подписчикам. Это то же самое, что я желаю всегда. Крепкого здоровья, побольше улыбок, побольше позитивных эмоций. Тем более, скоро, я надеюсь, позитивных эмоций будут бить через край, когда мы вернем свои земли. А армянам, ну что я могу сказать об этом народе. Я хочу пожелать вам, армяне, чтобы кто-нибудь, я не знаю кто, но достучался до вас, что без дружбы с соседями процветание, развитие добиться невозможно. Как-то так, дорогие друзья. Всем успехов, всем удачи. Не забывайте, что под каналом находятся банковские реквизиты для поддержки моего канала. Не забывайте заходить на канал моей мамы. Лечимся сами, так как дороже здоровья ничего нет. Всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания. До свидания.